Лазерная коррекция зрения Петербургской клиники Эксимер У нас в гостях Георгий Павлович Порджананцев В данной области врач практикует с 1997 года Каждый год выполняет более 2500 процедур лазерной коррекции зрения И использует в своей работе самые эффективные методики Которые предлагает офтальмология на сегодняшний день Георгий Павлович, здравствуйте Доброго, здравствуйте Ну, давайте вообще в принципе поговорим о лазерной коррекции Она очень популярна Среди знакомых тоже есть люди, которые пользовались С супругой моей в том числе В чем вообще секрет? Ну, в основе любого желания лежит неудовлетворенная потребность В частности, у нас потребность видеть хорошо Без очков и линз Маленькая база знаний Почему человек видит плохо Одна из основных причин Это оптическая аномалия А оптические аномалии бывают разных видов Человек видит хорошо только в случае, когда лучи проходят сквозь Преломляясь в линзе, роговице и в хрусталике Попадают в сетчатку, в точку В этом случае человек видит хорошо Но большинство людей не имеют такой оптики совершенной И лучи при близорукости фокусируются перед сетчаткой При дальнозоркости позади сетчатки При астигматизме вообще не фокусируются в точку Попадают в пятно Формируется пятно на сетчатке Человек видит плохо Лазерная хирургия исправляет этот дефект Меняется кривизна роговицы При близорукости уплощается При дальнозоркости она становится более крутой При астигматизме более сложный профиль коррекции зрения И это дает хорошее зрение без всяких очков и линз Перемещая фокус на сетчатку Нет, лазерная коррекция совершенно не опасна Более 30 лет она уже выполняется в мире За последние только 10 лет Выполнено 10 миллионов лазерных коррекций И вот современное оборудование позволяет прогнозировать Очень высокоточный результат Поэтому лазерная коррекция не является опасной Фатальных случаев слепоты полной Не зафиксировано вообще В принципе Георгий Павлович, важный вопрос Думаю, для всех, включая тех, кто к вам приходит А это больно? Абсолютно безболезненно Выполняется все под местной анестезией капельной Пациент ничего не чувствует Так что совершенно безболезненно Более того, эти капли никакого общего воздействия не оказывают Поэтому это... Ну, все двигается вперед Лазерная коррекция не исключение Постоянно развивается Но вы говорите, что это безопасная, безболезненная процедура Зачем тогда развивать, если в целом и так все хорошо? Ну, развивают для того, чтобы было еще лучше Такая аналогия может быть приведена При аппендиците Раньше удаляли через большие разрезы Аппендикс воспаленный А в настоящее время Все чаще и чаще используют Маленький доступ лапароскопический Вот, то же самое и в лазерной хирургии Лоскутные технологии С отделением лоскута роговицы Сменяются лентикулярными технологиями То есть, когда меняется кривизна роговицы Не за счет выпаривания ткани после отделения лоскута А за счет формирования лентикул Лентикул – это линточка Уменьшительный, да, суффикс В слоях самой роговицы И она удаляется через микродоступ Лазерный микродоступ Двухмиллиметровый доступ Вот, меньшая инвазивность Высший результат Большая предсказуемость результата В нашей клинике С конца года стало доступно Последнее поколение лентикулярной хирургии Которое называется SmartSide Вот, она Это является вершиной Эволюции лентикулярной хирургии В этой методике Эта методика устранила Все недостающие и несовершенные вещи В предыдущих поколениях Лентикулярной хирургии Расскажите Я так понимаю, что всем возрастам В принципе, подвластны сегодня С определенными оговорками, да Большинство случаев Аномалии оптических Безусловно, они подвластны Лазерной хирургии И детям тоже? Детям в особых случаях Когда есть анизометропия Например, разноглазие Большое, когда трудно откоррегировать Очками или линзами Детям в исключительных случаях Не практикуется широко Лентикулярные методики И смарт-сайт Вот вы упомянули Как давно вообще появились? Лентикулярные методики Были 14 лет назад А вот смарт-сайт Непосредственно Он с 2019 года практикуется А в нашей клинике Это первое в России Такое оборудование было получено И реализована вот эта вот методика Это с конца декабря Это впервые в России было В чем суть В чем отличие От других лентикулярных методик Смарт-сайт При смарт-сайте Формируется центр Вот этой лентикулы Которая в слоях роговицы Непосредственно По зрительной оси А в предыдущих методиках Центр линзочки Которую нужно выкроить И потом удалить Он напротив зрачка Формировался По центру зрачка Ориентировался Это не совсем верно Важно, чтобы эта лентикула Ее центр Находился на зрительной оси Это большее качество зрения Это не было реализовано Ни в одной еще методике Вот этот оффсет Так называемая Поправка Вот это вот Потом очень важная вещь Такая как циклоторсия Там поворот глаза Все это учитывается При формировании лентикулы Именно в методике смарт-сайт То, чего не было реализовано В предыдущих методике Сколько пациент восстанавливается После операции потом? Нет, ну видит-то он сразу Да, тонкие настройки зрительные Несколько дней могут занимать Но на следующий день Уже очень высокое зрение Он полностью туда способен И может работать Учиться и так далее Со следующего дня Там, насколько я знаю В солнечных очках Первый день Может быть час-два А, час-два Раздражение Может быть чувство Соринки в глазу И человек сразу же Не видя Четко 10, 20, 30 лет Начинает видеться сразу Да, безусловно Есть ли какие-то ограничения По минусу-плюсу? Есть, но плюс там выше 6 диоптрий Не приветствуется Там уже другие методы Лазерные коррекции То есть до 6 можно делать? Да, и минус выше Минус 12 Ох Да, так что Большой люфт Да, так что здесь Ну что ж, дорогие друзья Мы желаем всем нашим зрителям здоровья Но тем не менее Следите за инновациями Нововведениями в медицине Благодарим нашего сегодняшнего гостя Врач-офтолемолог Автолемологической клиники Эксимер Георгий Паджанадзе Сегодня рассказывал нам о том Что нового в методике лазерной коррекции Происходит в Петербурге Спасибо большое Спасибо вам